Самая интересная тема недели глазами корреспондентов 7 канала. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Неизвестный вирус бушует в Измаиле. Более 200 человек в больницах. В Балтии блокировали райадминистрацию и жгали шины у участников АТО претензии к замглавы района. Люди вас не хотят, понимаете? Не хотят. Та лада, которая вас принимала на работу, на сегодняшний день ее нет. Дети в ней там работают. Второй за месяц. В Одессе нашли очередного малыша. Тоже с синяками. Дети. На вопрос, кто обижал ребенка, он говорит дяде. В измаиленских школах разворачивают медпункты, а все рынки общепиты закрывают. Количество отравившихся уже 200 человек. Сначала вспышки кишечной инфекции в больницы обратилось свыше 200 человек. Из них более 120 дети, двое в возрасте до года. Сейчас большинство пациентов в состоянии средней тяжести. Первые больные начали поступать в четверг вечером. При этом люди продолжают обращаться. Причина вспышки пока не установлена. Медики предполагают вирусологическую направленность. В группе риск дети, так как у взрослых есть иммунитет. Ну а мэр Измаила Андрей Абрамченко говорит о нехватке врачей. Нам нужны специалисты. Мы отзываем из отпуска врачей, в первую очередь педиатров. Четверо уже приступили к работе. Город берет на себя проживание и питание приезжих специалистов. Ситуация тяжелая и сложная. Вода будет поступать бесперебойно. Доза хлора увеличена втрое. Анализы воды хорошие. Сейчас в Измаиле ограничивают нахождение большого количества людей в местах массового посещения у стоячих водоемов. Для этого пограничники берут под контроль район Лебяжьего озера и место, где планировался яхт-клуб. На этой неделе в Балтии участники АТО блокировали райадминистрацию и перекрывали дорогу. У бойцов претензии к заместителю главы района. Они уверяют, во время событий на Майдане чиновница выступала за силовой разгон митингующих. Как это было, узнаете из следующего сюжета. Вторник. Подбалтской реадминистрацией митингуют участники АТО и активисты. У здания горят покрышки. У пикетчика всего одно требование. Отставка зам главы района. Чиновница к людям не выходит, так что бойцы сами идут к ней в кабинет. Люди вас не хотят, понимаете? Не хотят. Та лада, которая вас принимала на работу, на сегодняшний день ее нет. Идите к ней и там работайте. Мы вам тоже хотим сказать, будь ласка, пишите заяву на звонку. Напишите, поверьте, напишите. К Ирине Балагуле у бойцов всего две претензии. Во-первых, она из оппозиционного блока, а значит за русский мир, считают пикетчики. Пойдите служить. Пойдите перевяжитесь рану солдату. Вытащите пулю без опыта работы. Я это делал и делать буду. А что ж вы не идете? Во-вторых, чиновница была за разгон Майдана. Запись ее обращения к Януковичу включают прямо под окнами. Шановный Виктор Федорович, засудживающих действий экстремистов и безответственных политиков, которые штукают людей на гражданские противостояния, закликаем вас отновить порядок и законность в государстве, обеспечить защиту прав мирным гражданам, а также вжить законных действий, которые соответствуют складности ситуации. Чиновница заявление писать не собирается. Говорит, ничего противозаконного не делала. А ее должность даже не подлежит люстрации. При этом сама она – патриотка Украины. Ситуация патовая. Кабинет берут в осаду. Балагула вызывает сначала полицию, а затем и скорую. Ну а врачей и полицейских быстро забывают. Слишком уж жаркие. Идут дебаты. Чтобы с вашего окна не было этой кацавской тряпки, пишите заявку. Я не буду писать заявку. Моя громадская позиция, она суд, я громадянина и патриота Украины. Что вы сейчас в этом углу сели? Нет. В час дня чиновницу вызволяют полицейские. Говорят, у женщины есть право на обед. После коротких переговоров Балагулу выводят из здания. Ганьба! 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 Водессу ее блокируют. У зебры моментально собирается очередь из машин. Семечку везем на Одессу. Что думаете о перекрытии? А что за перекрытие? Надо, если им ходить, ты поедешь. Солдат спецслужбы идет. Пропускают только авто с детьми. Водители поначалу настроены позитивно, но через час нервы сдают. Кто объезжает полями, другие пытаются прорваться. С аппендицитом лежит ребенок. И что, ты помнишь, что вы издеваетесь, а? Не веди. Не веди, дядя. Да не дядя, где куда? Пан майор, не надо тут рассказывать. Никто никуда не веди. Я тоже себе ходю по пешеходному переходу. Через три часа к петельчикам приезжает мэр Балты. Он уверяет, их требования услышали в Киеве. Блокаду наконец снимают. Начало есть. Я всех поздравляю. У нас есть маленькая перемога. То есть администрация президента почула. Они будут шукать шляхи и забрать. Вот и все, что я вам хочу сказать. Митингующие берут тайм-аут до четверга и обещают, если Балагула не уйдет, новой блокаде быть. Но в день ультиматума у бойцов вдруг нашлись другие дела. Причем на сессии областного совета. Я требую администрации принять, поставить на голосование и принять это решение. Я требую, а не прошу. Требования у бойцов тоже обновились. От областного собрания они хотят признания добровольцев участниками боевых действий. С этим проблем не возникло. Но вот Ирина Балагула так и остается на посту. Многие пляжи в Одесской области не оборудованы должным образом. К такому выводу пришли чиновники после трагедии, которая случилась во вторник в Затоке. Напомню, там во время шторма утонули двое подростков, а также двое взрослых, которые кинулись спасать ребят. Все погибшие приехали из Тернопольской и Хмельницкой областей. Пятибалльный шторм и волны в полтора метра. В такую погоду искупаться в море не побоялись отдыхавшие на одной из баз отдыха в Затоке подростки из Тернополя. Группа подростков приехала в Одесскую область на музыкальный фестиваль вместе со взрослыми руководителями. Когда дети стали тонуть, директор ансамбля кинулся в воду. Вместе с туристом из Хмельницкого. Тогда уже им понадобилась помощь. На базе отдыха спасателей не оказалось. Оттуда на помощь прибежали только электрики, студент-строитель. Но и они не справились с волнами. Начали люди бежать и спросили. Мы спросили, что случилось. Они говорят, там люди топятся. Мы с пацаном побежали и видели, что там дети кричат. Я сразу прыгнул в воду. Даже не думал. Кого-то получилось вытащить? Вытащить не получилось. Двух тонущих подростков удалось вытащить из воды Павлу. Он работает в прокате лодок и профессионально умеет спасать утопающих. Ни туда, ни сюда нельзя было плыть. На месте вот так болтает, силы забирает, вода и все. Волна большая. Технику мы не могли спустить. У меня есть техника. Но такой шторм ее бы просто перевернуло бы и побило бы. То есть это бесполезно. В итоге школьников 14 и 16 лет, а также их руководителя и туристы из Хмельницкого спасти не удалось. Помимо того, что дети пошли купаться в шторм, одна из причин трагедии – отсутствие спасательного снаряжения и самих спасателей. Если на базе дети отдыхают, то у них даже не было при базе ничего. Ни кругов, ни канатов, ни жилетов. То есть мы не знаем. Я просто даже не успел вернуться, одеть на себя какие-то спасательные жилеты, ласты. Просто приходилось так вытаскивать уже этих детей. Стационарные спасательные станции, оснащенные личным составом, плавсредствами и даже компрессорной установкой для забития баллонов с сожжатым воздухом, были, Обществом спасения на воде Одесской области, были проданы какой-то частной фирме «Вантазия», которая расположена в городе Одессе. Сейчас, на данный момент, на территории Затоки спасательных станций социальных нет. По словам спасателей, меньше чем через час, в 300 метрах от места трагедии вытащили из воды еще трех утопающих. На этот раз успели вовремя. А тем временем чиновники из ГСЧС оглашают шокирующие цифры. Около половины пляжей в области вообще не имеют паспорта. Нарушение – самое, что ни на есть системное. И очередная трагедия может произойти на любом из десятков пляжей вдоль всего многокилометрового побережья Одесской области. Мы говорим про то, что на сегодняшний день на территории области у нас 79 пляжей, а проведена паспортизация тильки 38. По руководящим документам, каждых 300 метров должен стоять пост, который не менее трех человек, оборудованный канатами, лодками. И если было 300 метров, конечно, этого бы не случилось. Во-первых, после того, когда была бы волна, спасатели бы не разрешили заходить в воду. А этого не было. По факту смерти четырех человек правоохранители открыли два уголовных производства. Умышленное убийство с дополнительной квалификацией несчастный случай и ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Глава обл. администрации Михаил Саакашвили призвал открыть уголовное производство за халатность. И сообщил, каким образом ситуацию в курортной затоке хотят взять под контроль. Я разговаривал с главой Белгородской администрации, надо вообще просто взять под прямое управление затоку, потому что лето и там вот такие вещи происходят. С этим мы не должны мириться. А пока функции спасателей в затоке выполняют предприниматели, занимающиеся прокатом лодок и скутеров. Александр Полуев, Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал. Второй за месяц в Одессе нашли очередного малыша. Мальчику от двух до трех лет зовут Артем. В четверг его привели в детский дом две цыганки. На теле ребенка гематомы и ссадины. Родители малыша ищут по всей стране, но пока никаких результатов. История мальчика очень похожа на историю трехлетнего Вовы, найденного избитым в конце мая на улице Наклонной. Только у Артема, к счастью, нет таких страшных травм. Рост 90, глаза голубые, волосы светло-русые. Это Артем. Скорее всего, ему 2-3 года. Очередной малыш, родители которого ищут по всей стране. Мягкий, да? Мягкий? В детский дом мальчика привели в четверг утром. Две женщины ромской национальности от объяснения отказались и сразу ушли. С их слов мальчика они нашли возле своего дома плачущим. На его левой щеке внушительный синяк. При осмотре малыша гематомы и ссадины также обнаружили на руках, ногах и туловище. Эти повреждения наносились не одномоментно. То есть это было в течение продолжительного какого-то времени. С ребенком явно общались не с добрыми намерениями, явно грубо нарушали его моральные и физические права. В первый день мальчик много плакал. Сейчас эмоциональное состояние стабилизировалось. Но искать маму Артем так и не перестал. Он разговаривает плохо, что усложняет какую-то дополнительную информацию получить. Откуда он, о его родителях. На вопрос, кто обижал ребенка, он говорит дяде. Пока малыш находится в городском специализированном доме ребенка номер один. Его успел полюбить весь коллектив. У Артема хороший аппетит, он активный ребенок, легко идет на контакт. Машет рукой в камеру. Мальчик отлично развит и быстро освоился. Только вот сначала сильно кашлял. Общее состояние ребенка. Ребенок не истощен. Он практически здоров. У него остаточное явление ОРВИ. А вот синяки до двух-трех дневной давности. Полиция занимается установлением личности ребенка. Если не найдут родителей, мальчик останется в детском доме. Он будет находиться до того момента, либо найдут его родители, либо до того момента, когда ему сделают свидетельство о рождении, присвоят фамилию, имя, отчество. И после этого будет на дан статус даты не позбавленной бочкевской опекулы. Похожая история произошла совсем недавно. 31 мая на улице Наклонной нашли трехлетнего малыша, который позже назвал себя Вовой. Он был сильно избит, истощен и напуган. У Вовы на лбу были ужасные скальпированные раны, поэтому ребенку сделали операцию по пересадке кожи. Он до сих пор в больнице. Там ждут, пока все заживет. Родные мальчика так и не нашлись. Но зато ему уже дали фамилию и отчество. Теперь он Владимир Николаевич Доброславов. Будет он переведен в ближайшее время тоже в дом ребенка номер один. И сейчас работаем, ищем усыновителей. Есть банк данных в службе по делам детей, есть и обращения. Но если в Вове будут искать новых родителей, то родных Артема все еще надеются найти. Поэтому если вам что-либо известно об этом малыше, звоните на номера, которые видите на экране. Чисти! Вы смотрите итоги недели с Еленой Крылатовой. Дальше еще много интересного. Не переключайте. Море к курортному сезону готово. Но вот удобно ли там отдыхать? Ему собирают деньги все Одессы. На лечение Миши Ращенко нужно 30 тысяч евро. Ну вот он лежит, такой мальчик. Но внутри там тот же самый Миша, который вот был 9 месяцев назад. Что под шляпкой? Собрать грибы и остаться в живых. Как правильно выбирать и на что обращать внимание. Сезон открыт. Из-за сильных дождей в начале июня морская вода была слишком грязной. Купаться в море не рекомендовали. Ведь тогда в акваторию городских пляжей попало большое количество поверхностных вод. Но с потеплением качество воды в море улучшилось и теперь соответствует нормативным требованиям. Море к курортному сезону готово. Но вот готовы ли одесские пляжи? Анна Грынев провела собственный рейд. В Одессе объявлен конкурс на лучший пляж города. Экспертная комиссия представила 16 критериев, по которым и будут определять победителя. Но вот только результаты конкурса станут известны только в сентябре. Мы же проведем свое пляжное расследование уже сегодня. Итак, нас ждут три самых популярных пляжа Одессы и три самых интересных критерия. Среди них доступный Wi-Fi, бесплатная питьевая вода и правильная сортировка мусора. Итак, мы отправляемся в самое популярное место летней Одессы – Аркадию. С утра здесь много отдыхающих. Местный пляж выглядит довольно чисто. Есть даже бесплатный душ. Но вот только людям с ограниченными возможностями или мамам с маленькими детьми туда добраться будет сложно. Проблемы с пандусами на пляжах все еще не решены. Доступность – один из критериев лучшего пляжа города. В список также входит наличие бесплатной питьевой воды. Ее мы и попытаемся найти. Если есть бесплатная питьевая вода на территории где-то, знаете? Нет. Итак, этой услуги нет. К слову, на курортах Греции бесплатную питьевую воду вам предложат везде – от аэропорта и до ресторана. На пляжах это вообще обязательное условие. Так же, как и бесплатный Wi-Fi. Ну вот в нашей Аркадии с этим тоже проблемы. Есть одна доступная сеть, но и она не работает. Последним пунктом нашей проверки стали контейнеры для раздельного сбора мусора. Например, во Львове по всему городу таких полно. В Одессе это скорее единичные случаи. Ну а на пляжах таких урн и вовсе нет. Хотя справедливости ради стоит отметить, что обычных мусорных баков много. Далее отправляемся на еще один популярный одесский берег – Лонжерон. Здесь тоже полно людей. Про бесплатную воду никто из местных не знает. Мусорных урн много, но обычных остался Wi-Fi. Единственная доступная сеть, и она тоже не работает. И последняя локация – Золотой берег. Большую часть пляжа занимают частные лежанки и странные карусели. Но важно отметить, что территория довольно чистая и к морю подобраться легко. Раздельных мусорных баков нет, как и бесплатной питьевой воды. Но именно здесь мы нашли свободный доступ к интернету. Но всего на 10 минут. Подведем итоги. Три популярных пляжа Одессы – Аркадия, Лонжерон и Золотой берег. Итак, бесплатной питьевой воды не нашлось нигде. Мусорных урн было много, но ни одной для раздельного сбора мусора. А вот свободный Wi-Fi мы нашли только на пляже Золотой берег. Однако он ограничен для пользования. Но вот только отсутствие бесплатной воды и раздельных урн одесситов волнует не так сильно, как общее состояние пляжей и их доступность. Да, есть претензии особенно к Аркадии. Пройти на пляж бесплатно в принципе можно, но тебе остается очень маленький кусочек для отдыха. И вплоть между лежаками тебе лечь не разрешают. Состояние пляжа вообще. То есть они не убираются. Какие-то люди захватывают. И почему-то они решили, что имеют право взимать какие-то деньги за какие-то услуги. В целом это неправильно. Они грязные, эти пляжи. Они мало доступны для простых людей. К некоторым пляжам вообще просто не подойти. Напомню, что выбирать одесский пляж номер один будут целых три месяца. Результаты станут известны лишь осенью. Но свой лучший берег можете определить сами. Теперь, придя на пляж в привычное место, обязательно поинтересуйтесь, есть ли там бесплатный интернет. Или попросите стакан воды. Он любит спорт, музыку и жизнь. Но вместо того, чтобы ходить с друзьями на море, лежит на больничной койке в чужой стране и пытается вновь научиться ходить и разговаривать. Прошлым летом Мишу Ращенко, который средь бела дня ехал на велосипеде, сбил автомобиль. Машина принадлежит дипломатическому представительству посольства Армении. Следствия затягивают, виновника ДТП нет, а родителям Миши нужно около 30 тысяч евро на его лечение. На этих фото Сергей Ращенко вместе со своим сыном Мишей. Вместе они любили ходить на рок-концерты. Но прошлым летом их жизнь не изменилась. Миша попал в ДТП. ДТП произошло на улице Генуэзской, вот на этом месте. 2 августа прошлого года. На часах было примерно пол первого дня. Миша на велосипеде попал под колеса Мерседеса. 16-летний Миша ехал на велосипеде. Поворот и лобовое столкновение. Автомобиль принадлежал дипломатическому представительству Армении. В первый же день я спросил, что за машина и кто ездит. Были какие-то гости, у которых был свой водитель, и которому доверили ездить на машине. Там была доверенность, я лично видел своими глазами. От столкновения Миша получил черепно-мозговую травму, 8 переломов и ушиб внутренних органов. Долгое время не мог прийти в сознание. Скорая помощь доставила его в больницу, в областную клиническую детскую больницу. Там два месяца он провел реанимацию, и потом мы увидели, что ничего хорошего не происходит. Очень тяжело, реанимация, лечением не занимается, реабилитационного отделения нет. Сейчас Миша вместе с мамой находится в испанской реабилитационной клинике «Гутман». Пошел восьмой месяц. От меня, как от мамы. Большое спасибо всем, кто нас поддерживает. И морально, и материально, всеми способами. Это очень важно, и это дает свои результаты. Папа Миши при любой возможности навещает сына. Миша, посмотри на папу. Он обалдил. Вот папа. Ему необходимо дальше находиться в клинике, но мы уже больше не можем финансово справляться с такими расходами. 18 тысяч евро в месяц уже продавать нечего. Было принято решение, что мы вернем его сюда, обратно, в Одессу. Семье Ращенко нужны средства, чтобы отдать долг испанской клинике более 10 тысяч евро. Также необходимы деньги на специальное оборудование для дальнейшей реабилитации Миши уже в Одессе. Часть семья уже приобрела. Что-то Сергей смастерит сам. Но это не все. Еще есть два тренажера. Баланс-тренер и подъемник. Мы это сделать не можем. Их нужно купить. Они стоят очень дорого. Это серьезное оборудование. В общей сложности где-то 15 тысяч евро нужно. В Одессе Мишу ждет команда специалистов. Массажисты, врачи и не только. Среди этих людей и Александр. Тренер, который привил парню любовь к спорту. Красавчик. Какие аплодисменты. Если раньше ему нужно было бороться с тем, чтобы поднимать веса, то на данный момент ему нужно бороться с тем, чтобы поднять руку или ногу. Напрягай, напрягай. Давай, поднимай. Давай, 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 давай. А-а-а! Когда я последний раз его видел, ну вот он лежит, да, такой мальчик. Но внутри там тот же самый Миша, который вот был 9 месяцев назад. И поэтому я уверен, что все получится. Только на этом нужно время и поддержка родителей. Ну и, конечно, поддержка тех людей, которые помогают нам финансово. Деньги собирают буквально всей Одессой. Вот один из благотворительных вечеров. За пару часов более полутора тысяч гривен. У нас есть команда волонтеров, которые занимаются полностью всем сбором для Миши. Это организация всевозможных благотворительных акций. Вот таких вот футболок. Мы специально для этого мероприятия сделали эти футболки. Люди покупают. Вы видите, очень многие приходят на вечер в них. Супер, все отзываются. Мы очень рады. И Одесса действительно переживает за Мишу. Но пока Миша в больнице борется за свое здоровье, пока люди собирают на его лечение деньги, идет досудебное следствие. Медленно и туго. Те следственные мероприятия, которые в силу действующего законодательства должны были проведены органом досудебного расследования, своевременно, планово проведены не были. В связи с этим имели место нежелательные последствия затягивания досудебного расследования. Сторона потерпевшего, а именно адвокат, выдвинул ходатайство, проведение экспертиз в городе Киеве. На данный момент и проводится эти экспертизы. Только вот адвокат семьи Ращенко говорит, что ходатайство в полиции еще только рассматривают. То есть до экспертиз дела еще не дошло. На сегодняшний день наши ходатайства находятся в производстве следователя. На сегодняшний день они не рассмотрены. Точно известно одно. За рулем автомобиля был гражданин Армении. После аварии он уехал из Украины. Вот этот человек. К слову, к Мише не пришел ни разу. Человека не было, подписки о выезде, ничего не было. Он просто купил билет и уехал отсюда. Если его признают виновным, я обещаю, я лично буду способствовать тому, чтобы этого человека привезли сюда и наказали. На сегодняшний день круг подозреваемых не определен. Отсутствует лицо, кому бы предъявили подозрения. Родители Миши готовятся к его возвращению в Одессу. Чуть ли не больше всех здесь по нему соскучились друзья. Не видели 8 месяцев. Миша, ращик. Можешь, пожалуйста, быстрее выздоравливать? Мы все сделаем, чтобы ты выздоровел. Миша, выздоравливай, мы в тебя верим. Ты очень сильный, ты сможешь выздороветь. Дома Миши предстоит длительная реабилитация. И вы можете помочь мальчику выздороветь. Семья уже потратила около 5 миллионов гривен. Еще нужно около 30 тысяч евро. Номер карты отца Миши Сергея Ращенко вы видите на своих экранах. Ольга Голодова, Мария Ковалева, Алексей Пережилин, Игорь Гвоздев, Алексей Барановский, 7 канал. Грибная опасность. По данным Минздрава, в стране участились случаи отравления грибами. Только за последний месяц в Одесской области пострадали 4 человека. К счастью, остались живы. Все они собирали грибы сами в лесопосадках. Как уберечь себя и правильно выбрать грибы, узнавала Екатерина Лапицкая. Сергей совсем недавно увлекся сбором грибов. Внимательно рассматривает любую находку, изучая особенности и отличия. Говорит, занятие очень увлекательное. Каждый гриб – настоящее открытие. Один нашел, очень похожий на шампиньон. Вот я его разрезал, но явно это не шампиньон. Опыта у меня, конечно, в собирании грибов немного. Главное – найти грибника, чтобы оценил улов. На 411 батарее опытных искателей много. Александра Васильевна уже почти 50 лет собирает их здесь во время прогулок. Сегодня улов небогатый. Это сыроежечка. Ну, она подкушена немножко, потому что солнце. Пойдут дожди, будет очень много грибов. 10 дней назад люди собирали сумками огромными. По 10-20 килограмм. Так что ждите осень и дожди. В сентябре ждем, надеемся. Говорит, подозрительные грибы нужно пробовать. В прямом смысле слова. Берете маленький кусочек гриба на язык. Горечь, печенье – это вредный гриб. Но и это не залог успеха. Грибы нужно знать, иначе легко попасть на ложные. У опенка ободок, как у шампиньона. Да, шампиньон, видели, закрыт. Он открывается, здесь ободок. Здесь его нет. И он более такой, видите, жесткий какой. Зеленый. А опенок белый внутри. Вот это ложные грибы. Одесситам в поисках грибного разнообразия придется проехать 200 километров в Савранский лес. Чуть ближе в Раздельнянском, Беляевском и Авидеупольском районах. Но там и выбор поменьше. Да и отравиться больше перспектив. И не только по ошибке. Метаболизм гриба способствует накоплению, как раз всасыванию, накоплению в теле гриба различных токсических элементов. В том числе и радиоактивных. Ну, для Одесской области это не так характерно. А вот токсические элементы, это бывает довольно-таки часто. В последнее время особенно. У нас были случаи, когда грибы стопроцентно были съедобны. Но в них выявлялись, например, соли тяжелых металлов. Чистая поляна и красивый гриб еще не залог безопасности. Так что на рынках нужно внимательно проверять документы у продавцов. На лесные грибы их обычно нет, а значит нет и гарантии. По словам врачей, опаснее всего покупать грибной ассорти. Люди должны понимать, что грибы в смеси это покупать крайне опасно. То есть это запрещено, такая продажа на рынке грибов. И обязательно, я говорю, должно быть заключение экспертизы. А вот маринованные, консервированные, сушеные грибы, они запрещены в принципе. То есть покупать их нельзя. Детям грибы лучше вообще не есть. Врачи часто сталкиваются с отравлением съедобными разновидностями. Грибы дают у детей раздражение желудочно-кишечного тракта. Если ребенок кушает много даже съедобных грибов, то у ребенка может развиться рвота, там боли в животе, расстройства, стула. Даже при употреблении пищи съедобных грибов. Это одна из самых легких форм отравления, которые благополучно поддаются лечению. Сложнее обстоят дела с отравлением бледной поганкой. Молодой гриб похож на шампиньон и часто растет под ним. Достаточно маленького кусочка, чтобы получить отравление. Самое страшное, опасное для жизни – это отравление бледной поганкой. Бледная поганка, к сожалению, при даже современных условиях оказания медицинской помощи, летальность достаточно большая, до 90% случаев. С первой симптомы появляются где-то через 6-8 часов после употребления пищи грибов. Медики советуют покупать свежие готовые грибы только в магазинах. Нужно внимательно проверить дату, место упаковки и информацию о производителе. В Украине количество отравлений грибами из года в год колеблется в пределах от 1 до 2 тысяч человек. С начала года в разных регионах страны зарегистрировали 97 случаев отравлений грибами. Пострадали 148 человек. 17 из них медики не сумели спасти. В Одесской области только за последний месяц грибами отравились 4 человека. К счастью, все остались живы. Если все же решились собрать самостоятельно, лучше делать это под присмотром опытного грибника. И места подскажет, и шляпки не даст перепутать. Екатерина Лапицкая, Евгений Руденко, Андрей Кульба, Седьмой канал. Это все новости на сегодня. Мира вам добра и всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами, это наш город и ваш Седьмой канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова